Привет, это канал I Like Pet, я Таня. Представьте, что вся окружающая действительность для вас станет миром запахов, и ориентироваться в пространстве вы будете с помощью чутья. Многое поменяется восприятие мира, не правда ли? А кошки так живут всегда. В этом выпуске мы расскажем вам об особенностях кошачьего обоняния. Но прежде чем мы начнем, я попрошу вас подписаться на наш канал, так вы не потеряете нас и всегда сможете смотреть видео о животных. У нас много интересного. А еще можно нажать на такую кнопку в виде колокольчика, тогда вы сможете самыми первыми узнавать о новых видео на нашем канале. Только убедитесь, что в настройках вашего смартфона разрешены уведомления от приложения YouTube. Это можно проверить в разделе приложения, который находится в настройках вашего телефона. Система органов обоняния одна из самых развитых и сложно устроенных в организме кошки. Она является ключевой. Не зря все ученые придерживаются единого мнения. Если без хорошо работающего зрения и слуха кошка еще может жить, то серьезные проблемы с чутьем могут грозить ей гибелью. Что делает обоняние таким необходимым для жизни кошки? В чем его главные особенности? Давайте разбираться. Обоняние кошек в 14 раз острее человеческого. Для сравнения, в среднем кошка имеет от 60 до 80 миллионов обонятельных клеток, а человек от 5 до 20 миллионов. С такими цифрами совсем не удивляет способность мяукающих в буквальном смысле пугаться одних запахов и сходить с ума от других. Нос не единственный орган, с помощью которого кошка может различать запахи. Помогает ориентироваться в мире ароматов мяукающим еще и орган Екапсона. Он находится на верхнем небе за передними резцами. Использует данный орган кошка следующим образом. Она приподнимает верхнюю губу и немного открывает рот. Через ротовую полость животное втягивает в себя воздух, содержащий незнакомый запах, как будто пробуя его как пищу. Сегодня у ученых существует несколько теорий насчет функций органа Екапсона. Среди самых распространенных с помощью него кошки улучшают восприятие пищи и воспринимают феромоны полового характера. С помощью органов обоняния кошка не только чувствует определенные запахи. Чутье помогает мяукающим различать знакомых и незнакомых людей и животных, запоминать местность, находить половых партнеров, узнавать заранее об опасности, общаться с себе подобными. Также нередко кошки используют нос в качестве термометра. Если ваш мяукающий питомец долго принюхивается к еде, не торопитесь записывать его в капризное животное. Скорее всего, таким образом он определяет температуру пищи. Отпечаток носа кошки уникален, точно так же, как отпечатки рук у людей. Двух одинаковых кошачьих носов в мире не существует. Да уж, обоняние для кошки очень важно. Учитывайте перечисленные особенности при общении со своим мяукающим питомцем. И пусть мир у вашей кошки будет представлен исключительно приятными ароматами. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!